Всем доброе утро! Играю с Четоконцертингом 2500 на Чизкоме из Индии. У нас варианта Лапина, но сыграю Д4. В принципе эта позиция часто получается из Гамбита Мура. В данном случае, пожалуй, сыграю ЦД и слон Д3. Это очень редкий вариант и, конечно, он объективно далеко не сильнейший, но он имеет то положительное свойство, что большая часть людей готовится к слон С4 и что-то знает после С4. А вот в некоторых структурах слон Д3 расположен лучше. Может быть это одна из них. Понятное дело, что у черных не должно возникнуть проблем и, в принципе, позиция на три результата, потому что у меня есть пешечные слабости. Но, по крайней мере, думаю, что мой соперник не выручил все до разгрузки. Ферзи Д8, Ферзи Д2. Белые под прикрытием некоторого преимущества в пространстве здесь будут пытаться что-то давиться на королевском фланге, ну а черные хотят постепенно отзащищать свой королевский фланг и надавить на мои слабости. Планы достаточно ясны. Моей ладей один достаточно абстрактный ход. То есть, в принципе, можно было сыграть Ферзи Д4, дождаться Ж6 и там можно смотреть по ситуации. Стон Ф6. Не знаю, хотят ли черные провести Е5, но, по крайней мере, считаться с этим надо. То есть, можно поставить слон Ф4. Можно сыграть Ферзи Д4, Ж6, слон Ф6. Но, правда, Е5 уже выигрывает в силе, поэтому, наверное, все-таки слон Ф4. Все равно, видимо, поставить Ж6. И мне надо будет попытаться найти какой-то план. А это, кстати, непросто, потому что королевский фланг пробить не получается пока. Надо как-то усиливать фигуры. Но нет, Ж6 не сыграно. Кстати, довольно удивительно. Конь Д2 не очень выгодна из-за Е5. То есть, нужно играть по-другому. Есть ли смысл играть Конь Е5? Конь Е5, ДЕ, Ферзи Д4. Фигура остается маловато, но вот, поскольку сейчас на бассейне защищена, ну, может быть, есть определенный резон попробовать. Ну, чертам тут, как бы, баловаться-то вряд ли получится, потому что слон Х7 грозит. Кролево Х7, Ферзи Д5. Напомню, что на Е5 пока стоит Конь. Ну, соперник полностью игнорирует этот момент. Довольно странно. Ну, у меня ничья, как минимум, там есть. Может быть, больше? Давайте проверять. Ферзи Д5. Есть чуть-чуть не всем, но Ферзи Д5 не может быть очень плохо. А, ну, я же меняю фигуру Свида. Просто Конь Д7. Наверное, это сильнейшая, кстати. Ничего лучше не вижу. Де Е3. Да, Де Е3 тоже, кстати, вариант. Может быть, даже более сильный. Сильный. Он Е5, слон Е5. Де Е3 там на Ж7 подвисает. Давайте опробуем. Хотя, конечно, если сейчас я что-то зевну, то серьезно пожалею, что не взял просто слона. Ну, вроде бы, нет нормальной защиты. Де Е3 грозит. Ну, да. Мне кажется, что все заканчивается. И еще одну. И спанка. Интересно, какой вариант избирает мой оппонент. Видимо, основной. В последний момент я не ухожу здесь в контратаку маршал. Вот Д3. Вот Д3 это интересный момент. У меня есть ход Конь А5. И считается это обычно не очень выгодно. Ш3. Пусть будет два ноля. Я буду брать, наверное, Б3 только когда меня заставят это сделать. С3. Есть смысл? С5 интересно сыграть. Конь Д5, Конь Б3. Давайте попробуем. Слон Ж5 уже дарил ходу. Слон Д5. Тоже возможно. Я не знаю, насколько этот слон здесь стабилен. То есть я могу просто взять и вернуть Коня на С6. И будет равенство. Или я могу пойти на Б8 и как-то не то грозить Б4, не то не грозить Б4. Давайте, наверное, возьмем. И вернем Коня. Ну да, белые могут забрать. Но проблем быть не должно у черных. Все-таки пространства довольно много. Какие-то планы С5. С 2 стороны, да. С 2 стороны белые Д4 хотят провести. Я могу сыграть слон Е6. Но позиция будет очень уж скучная. Ф5 вот более принципиально. Но там можно не уравнять легко. После Е, слон Ф5 и Д4. СД. СД. Е4. Что за позиция Конь Д2? Ну давайте попробуем. Будет весело. И чувствую, что на этом как бы плюсы данного хода заканчиваются. В принципе, я же тоже ничего не хочу. Следующим ходом. То есть, Ф4 вряд ли. Возможно. Ну вот Суперлинг все-таки пошел на этот принципиальный вариант. Д4, да. И вот передо мной встал выбор. Что делать. СД или сразу Е4. Или вообще что-то другое. Ну давайте. Давайте. СД все-таки. Сейчас на чем задумался мой соперник. По-моему, вот СД строго единственный. Что не произошли для меня. А не произошла ли очередная беда соединения? Нет. Ну нет. Все-таки СД. 4. Конь H2 или Конь Д2? Или вообще как-то поиграть на слабость. Этого коня. Конь Д2. Вот изначально у меня идея бы заключалась в том, что слон H4 здесь пойти. Давайте. Сыграем так. То есть, уже 3. Вроде бы слон H3. Какая-то сильная атака. Хотя, может это все. Может это все и неправда. Допускает. Мой соперник. Играет с огнемкой. Ну давайте. Ладно. Давайте проверять. Может он просто конь Е4 хочет. Даже, наверное, на самом деле скорее всего. Ну да. Да. Слегка пассивные фигуры. Вот сейчас у черных будут. Никакого сразу трюка нет. То есть, надо видимо играть слон Е7. Не могу сказать, что мне это очень нравится. Ну вроде бы слон H3 уйдет. По белым полям какая-то игра будет. Может и не так плохо. У нее 7. Кажется Ферзь Е7. Дж5. Ферзь D7. И там более-менее нормально. Ферзь H5. Слон F5. Я думал надо играть. Так. Он на D5, конечно, серьезно нависает там позиции. С другой стороны я сейчас конь D4 и хочу сыграть. Пешка. Пешка тоже важная. Слон F4. Кунь D4, Кунь D7, Ферзь D7. Слон D6. Ферзь F7. Давайте проверять. Где D1 может просто. Но нет. Ну что, здесь Ферзь F7 я думаю, что даже... Да, Ферзь F7 это неправильный ход. Я так оправился, что здесь есть Ферзь F7, что не доцелил Ферзь Е8. Ферзь F7. Которое, наверное, было сильнее. Но и тут. В белом еще до уравнения далеко, по-моему. Потому что проблема вот конкретная с координацией. Успеваю выменить ладью? Успеваю. Так, B4. Стараюсь как можно больше материала сменять. Чтобы... Ну, легче было. Просто легче было играть. Так, тут мне коня подставляют. И, наверное, успею. Ну да. Продолжаем с ним же. Снова лапин. Видимо, снова тот же вариант будет. О! Позиция была достаточно любопытная. Почему бы и не повторить. C6. По-моему, до этого не конь C6 играл. Потому что некоторое усиление я видел. На D7 все равно было взять на D6. Какие еще есть идеи? Ферзь Е2 вот в такой вот ситуации с таким слоном. Вроде бы, кстати, заманчиво. Потому что обычно слон стоит на C4. А здесь вот он уже стоит на D3. Где он, в принципе, расположен лучше. И, может быть, какой-то минимальный перевес все-таки будет. Вот. Надо было еще в D4 проверять сразу, нападая на этот мат. Там, видимо, F5. Да. Поэтому так. C3. Думаю, что коня надо брать на C3. Потому что, ну, конь B6 явно не туда. Да. Ну, теперь, скорее всего, надо брать на E5 или... Или, да, или D5. Получается. Такая вот французская структура. Ну, не знаю, как оценить позицию. Думаю, что у белых все неплохо. C3. Конечно, надо было, наверное, сначала другие проблемы решать в этой... В этой позиции. Б4. Могу взять. Могу не брать. Наверное, надо взять. C4. Слово 7, кстати, грозит. Непонятное дело, что соперник защищается. И вот тут... Да, не так легко нарастить инициативу. Мне нужно что-то делать на королевском фланге. Может быть, такой G5. Просто его там подвесить. И пусть соперник разбирается. Потому что, ну, брать два раза, наверное, не получится. Придется играть что-то вроде H6. Знаю, собственно, что я буду делать на H6. Потому что конь на H3 пока, видимо, нельзя коня на H3 переводить. Потому что пункт D4 подвесает. Правда, там ладья D1. Просто же H6 пока. Тоже резонно. F4 вряд ли улучшает мою позицию. А соперник уже готов взять. H5 дважды. Этот конь мешает мне сказать H5. Поэтому, наверное, надо его просто вернуть и следующим ходом пойти H5. Не самое, конечно, психологически простое решение. Но G6 это серьезное ослабление с другой стороны. А с черным просто самим H5 пойти на опережение. Да, так соперник и делает. FxE3 или FxD2. Или вообще что-то другое. Штом карат G7 на любой из этих ходов. Надо как-то скрывать фланг. Это непросто. Да, по-моему, что просто в галках ничего нет. Совершенно причем. Коня надо переставлять отсюда куда-то. Туда D4 ослабнет. Даже не знаю, что и делать, если честно. Ладно, FxE3. Естественно, король G7. Ну, пусть будет FxF4. Я не знаю, куда иду, если честно. Может быть G4 и готовлю. Ну, что надо было что-то делать. Иначе черные постепенно начнут усиливать свою позицию. Они и здесь это делают. Ой, у меня план. Ладья H3, Ладья G3. Там слон Е8 сильно. Но, тем не менее, это какая-то какая-никакая угроза. Сам B5. Могу брать интересно здесь. Давайте попробуем. Не знаю, не так легко защищаться. Но, конечно, времени очень мало. Здесь после слона F5, кстати, далеко не очевидно, что белка там такой большой перевес. Ну, кстати, и так тоже можно. А здесь L1, он C1 успеваю поставить. Это важно. Введу на F1. Времени совсем нет. Конь G5 грозит. Сыграю Конь G5. Где C8 надо было включить, конечно. Да, тут не очень все это удачно выходит. Уже один слон D3, короче, G2 есть. Ну, еще какие-то подлагивания довольно неприятные. Да, тут не успею. Очень обидно, если честно, что вот у меня упал флаг, потому что я уже видел мат два хода, и вы видели, что я его занес. Но чуть не хватило. Пошли мы еще один вызов. Надеюсь, что он примет. Но не судьба. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok